Аделия, я тебя приветствую. Насколько я понимаю, там не первый день уже. Как ощущения? Удаются ли все испытания вам? Да, Жень, привет. Действительно, мы сегодня находимся здесь уже третий день, но на полигоне работаем только второй. Вот сегодня у нас день полностью посвящен работе сотрудников МЧС. Вот здесь сегодня я и Роберт. Роберт, машина вручкой. Сейчас он тоже будет разводить огонь. Нас уже полностью экипировали в форму. Роберт уже полностью готов. Мне еще чуть-чуть осталось собраться. Вот с нами здесь сотрудник МЧС Сергей, который и согласился помочь. Сергей, скажите, что мы будем делать? Мы будем непосредственно перед выполнением работ, связанной с сушением пожаров, проведением водно-спасательных работ, необходимо надеть боевую... Куртку. Боевую форму пожарную. Расскажите, из какого она материала? Есть у нас несколько исполнений. Вот первого уровня, второго, третьего. Соответственно, первого уровня у нас вот в исполнении данный материал. Это у нас кевлар, он является не горючим. Второго уровня у нас исполняется в исполнении брезент. И боевая одежда пожарная. Третьего уровня у нас исполняется из климатической. Я боюсь, что я... Из искусственной кожи. Я боюсь, что я утону в этой куртке. Но именно поэтому в основные обязанности сотрудников входит правильная погромка, снаряжение и обмундирование. Ну вот сейчас именно я не буду тушить пожар. Этим будет заниматься Роберт. Поэтому он и в каске. Давайте мы сейчас к нему подойдем. Я расскажу пока что про само это обмундирование. Ну, весит, оно, наверное, килограмм здесь. Иду я вообще как винифух. Штаны у меня огромные. Ну, а Роберту уже провели полный инструктаж. Берет он уже огнетушитель. Роберт, ты в прямом эфире. Ну, вот рассказывай, что будешь делать. Да, на самом деле, объяснили. Здесь уже все гораздо просто. Берешь огнетушитель и тушишь возгорание. Все очень просто. Единственное, что вот чеку вот эту выдергивать, для этого приходится снимать крагу и уже вот таким образом ее доставать. Так, ну все, в принципе, чека... Забрала, не забудь. Да, забрала, еще подсказывают, что нужно отпустить. Это для того, чтобы защитить лицо от различного рода воздействия. И термического, и какого-то, возможно, механического. Ну, попробуем сейчас. На самом деле, никогда ничего не тушил. Иду с этой стороны, потому что ветер дует оттуда. И, собственно, чтобы на меня языки пламени просто не летели. Ну, поехали! Ну, конечно, я думаю, что до настоящего пожара такого наврядного случится, такого возгорания. Похоже, как будто я работаю пылесосом. В принципе, достаточно все просто. Ну, все, возгорание ликвидировано. Спросим у товарища капитана, молодец ли я? А, товарищ капитан, молодец ли я? Да, 5 баллов отработано. Ошибок не зарегистрировано. Все, в принципе, для первого раза все хорошо. Да, огнетушитель теперь куда? Огнетушитель. На списание. Все, на место. Огнетушитель на перезарядку. Товарищ капитан, у меня тоже появился к вам вопрос. А вот ничего страшного, что трава вокруг загорелась. Мы не вредим ли тут природе? Ну, это вообще-то полигон. Вот, так как таковой природе вы не вредите. Полигон боевой тактический, соответственно, происходят стрельбы. И иногда даже и пожары, на которые мы тоже поезжаем, тоже помогаем тушить. Команда вот здесь вот стояла. И еще один вопрос. Ну, вот когда журналисты пересекаются с вами на каких-то ЧП, да, вы не очень их любите и не очень близко подпускаете. А вот сейчас немножко поменялись. Мы ролями, вы нас близко подпускаете, даже даете огнетушительные руки. Вот как вам такая роль? Это, во-первых, для вас хорошо, когда человек сам пробует для себя, первый раз в жизни даже, может быть, попробовать что-то потушить. Я считаю, это очень хорошо. Спасибо большое, товарищ капитан. Ну вот, мы с Робертом будем еще здесь пять дней учиться всему, что может нам пригодиться в дальнейшей нашей работе. Ну вот вчера... Да, на самом деле уже очень жарко, Адель. Вот ты только наделал костюм, я в нем простоял уже около пяти минут. Костюм выдерживает до 200 градусов по Цельсию. Вот сейчас, просто 10 минут, находясь при температуре около плюс 10, мне уже очень-очень жарко, но руки буквально мокрые. Поэтому, Адель, если будешь возмущаться и будет тебе что-то здесь не нравиться, у меня есть здесь вот такой топорик, который используют на всякий случай пожарные с собой для того, чтобы развивать стекло. И будем с тобой работать. Будем работать дальше. Женя. Да, спасибо, Адель и Роберт, тоже спасибо. Интересно, что же вам следующее дают потушить. Надевал как-то тоже такую форму, действительно, она тяжелая. И мне вот было интересно, я-то думал, из чего боевки делают у пожарных, оказывается, кевлар и брезент.